Рекомендую тебе канал моего друга Тайнера. Этот парень очень старается над своими видео и так же как и я снимает на сервере Блокраша. Я надеюсь, что это перейти по ссылочке в описании и обязательно подписаться. Я с ним очень давно знаком и на его канале очень годный контент. Всем привет дорогие друзья, с вами как обычная Найер и в сегодняшнем видеоролике я вам покажу, что же можно купить на 100 рублей в КРМП Мобайл на проекте Блокраша на грин сервере. И скорее всего, если ты наткнулся на это видео, то ты не владелец большого бюджета, то бишь у тебя нет денег на игру. Ну или же ты просто не хочешь тратить деньги на игру, потому что считаешь это бесполезным делом. Именно для тебя этот видеоролик, потому что в нем я показал, стоит ли вам донатить 100 рублей на проект Блокраша. Ну а сейчас мини-конкурс на 100 рублей на ваш донатчет на любом сервере Блокраша. От вас потребуется поставить лайк на этот видеоролик, также подписаться на мой канал и включить колокольчик для того, чтобы не пропускать новых видео. Ну а также написать в комментариях свой сервер или ник. В следующем видеоролике я вам вставлю пруфы того, что я реально вам задатил на донатчет. Давайте не будем медлить сначала, всем вам желаю приятного просмотра. Ну а чтобы пополнить свой донатчет, ты должен будешь перейти на официальный сайт, там скачать лаунчер, после этого, когда ты его установишь, установить игру и обязательно зарегистрироваться на сервере, перейти на вкладку донат, написать свой никнейм, выбрать сумму, выбрать сервер и после этого перейти на страницу оплаты. Там ты можешь оплатить любым удобным способом. Мы оказываемся на этом аккаунте, kneyr e-ring, для тех, кто не понял, это мой ник, просто задан наперед. Короче, вот прописываю MM, статистика, и вот у меня первый уровень, 0 из 8 опыта, также все по деньгам, по нулям, ну кроме налички, там у меня 200 рублей, это не особо много. Давайте пропишем команду MM, опять же, спускаемся вниз, там вкладка донат, жмем, вот у нас состояние счета, 100 рублей, жмем, просмотр, и что же можем купить? Мы можем проверить пополнение, посмотреть последнее пополнение, конвертировать донат в верты, изменить имя, снять варн, выйти из тюряги, изменить номер машины, купить четырехзначный номер, увеличить количество слотов для транспорта, купить все лицензии, купить все силы, я даже не понимаю, что это такое, на самом деле, думал это скиллы. В общем, пропускаем лечение в больнице с двойной скоростью, это, кстати, очень полезно для геттотачеров, также здесь можно изменить название семьи, также передать семью другому человеку. Давайте вот, я вам предлагаю сейчас посмотреть, можно ли купить какой-нибудь хороший четырехзначный номер, например, 137 мы сможем купить, это довольно хороший, введенный вам номер уже занят. Давайте посмотрим, сможем какой-то, ну, даже можешь, если подумать, сейчас даже, я даже не знаю, какой на самом деле, 1, ну, 1, 1, 1, 100% занят уже. Давайте, к примеру, 3737, вот такой занят, вот, все, пацаны, вот, у нас 70 рублей списало, и мы купили себе номер, довольно крутой, кстати, номер, ну, он легко запоминается, у меня на основе, вообще номер 4 тройки, то есть, 3, 3, 3, 3. Прописано опять же, донат, и у нас уже 30 рублей остается, давайте остальное все конвертируем, например, в, сколько у нас сейчас получится, 30, это что, введите количество рублей, которые вы хотите конвертировать, 30. Далее, вот, все, готово, 30 тысяч мы получаем, мы, в принципе, можем попробовать продать нашу симку, но, к сожалению, мы не сможем активировать эту команду, потому что нам нужно еще 3 часа отыграть. В общем-то, ребят, я думаю, мы сейчас сможем с вами купить какую-нибудь машину, единственное, что мы, ну, в принципе, сможем купить, потому что наш бюджет не особо такой большой. Давайте напишем команду GPS, также жмем важные места и автомобиль низкого класса. Давайте туда сейчас направимся. Вот мы уже подъезжаем к автослону, и у меня вот мент сбил какой-то неадекватный игрок, кстати говоря, таких здесь очень много, поэтому, ну, не советую вам с ними связываться, потому что закончится это для обоих деморганов. Лучше уж проигнорируйте и написать репорт, чем влезать всем в драку, тем более оскорблять. Что-то я отошел от темы ролика, короче, вот мы уже подъехали с вами, смотрим, 2 тысячи за вход, и того у нас останется 28 тысяч. Ладно, давайте войдем, и, как я понимаю, я мог бы купить вас, но, бля, у меня же на вход не хватает, еще не на вход просрал, и мы бы сейчас купили бы эту тачку. Ну, я думаю, мы только вот это сможем купить, корыто такой, уазик, да. Берем, чей-то, какой у вас, это какой-то ЗАЗ, что я сейчас несу-то. Так, давайте пропишем кар, кар загрузить транспорт. Так, и где же она будет, наша клмага? Я даже не предполагаю, где она может быть, наверное, вот сейчас слева будет она, или не будет, а если я напишу команду кар, отметить транспорт, ага, и она появилась, не понял, прикол на самом-то деле. Вот, ваш транспорт успешно загружен. Давайте сейчас, а стоп, погодите, почему у меня списало, сколько у меня денег было? С меня штук 15 тысяч списало. Ага, у меня нет прав, ребят. Давайте сейчас я направлюсь в автосалон, ой, какой автосалон, в школу, чтобы получить права, и сейчас я вернусь уже к вам. Вот, пацаны, мы уже с вами приехали в автошколу, давайте посмотрим, какой же здесь интерьер. Вот это кабинет директора. Так, дальше проходим, здесь кабинет учения, как понимаете, здесь будут написаны правила, да, обучающий раздел, жмем далее. И вот у нас тут написано, заправка с канистры, какие-то странные правила. Да, кстати, пацаны, даем лайфхак, если у вас есть второй телефон, как у меня, вы можете тупо эти правила сфоткать, и, ну, как бы, все, можно сказать, как списать. Именно так я и проходил этот экзамен. Дальше пройдем сюда, здесь какая-то комната, она, я думаю, она закрыта. Это, я даже не знаю, что, наверное, рабочее место. Так, давайте зайдем сюда, кабинет экзамена. Вот здесь такой красивенький интерьерчик, да, я думаю, вы со мной согласитесь. Жмем, так, 600 рублей нужно будет заплатить. Так, разрешаете ли водителю движение со слишком малой скоростью? Так, я думаю, это вот этот вариант. Движение в усиленном пункте, так, только если, да, вот это. Дальше 20 километров, ой, не 40, а 20. Так, дальше, непосредственно перед пешеходным переходом. И дальше у нас, в каком случае водитель транспортного? В обоих перечисленных случаях. Так, пацаны, Настя, мы ответили на 5 вопросов из 5. Теперь мы можем выйти на улицу и вот встать на этот маркер. Так, встаем. И что у нас происходит? А, вот, кстати, очень красивая машина, я думаю, вы со мной согласитесь. Я еще поставил фикс-пиксели. Самое главное нам сейчас, это ни в кого не врезать. Если я в кого-то врежу, это просто будет фиаско. У меня, мне кажется, загорится, и я пойду покупать все лицензии. Ах, да, такой я умный человек. В общем-то, давайте вы посмотрите это все под ускоренную перемолочку, потому что, я думаю, никому не интересно смотреть, как я езжу и разговариваю под фон. И вот, ребят, мы уже с вами издали этот экзамен. Успешно, это хорошо. Только мне бы сейчас найти аренду скутеров для того, чтобы... А, вот и она. Для того, чтобы направиться за нашим автомобилем. И вот, ребят, я уже приехал к автосалону низкого класса. И так мы можем открыть нашу машину и уже в нее сесть. Естественно, это не какой-то гоночный болид, но мне кажется, это уже хорошо, то, что у нас есть хоть какая-нибудь машина. В итоге мы уже получили с вами машину за 20 тысяч вирт. Также получили крутую симку. 3.7.3.7, который вы можете продать за такие нехилые бабки. А если вы еще играете на новом сервере, например, на Йеллоу или на Блу, то там вообще можно сфартануть и купить, например, симку 3.3.3.7.7.7.1.1.1. И тому подобное. Давайте сейчас направимся в 24 на 7 и что-нибудь себе еще прикупим. Ну и вот, ребятушки, мы уже подъехали к 24 на 7. И тут какое-то неадекватное животное нас сбило. Давайте посмотрим. Вот, ребят, мы уже с вами подъехали к 24 на 7. Человек, который меня сбил, сейчас ламывает машину. В принципе, понятно. Ну и вот, ребят, наконец-то мы подъехали к 24 на 7. Я не знаю, какой это уже дубль. В общем, давайте поскорее туда зайдем, пока нас еще кто-нибудь не сбил. 3 из 90 рублей стоит вход. Давайте подъем сюда. И что же можем купить? Я вам предлагаю купить, в принципе, и так, самое важное. Давайте купим аптечки. Проще вводить команду бай, чем отбегать, по-моему. Давайте купим... Ну вот, две аптечки, в принципе, это нормально. Можно купить лотерейный блед, вдруг повезет. Типа, зарегистрированный выигрыш будет ввести. Кстати, ввести, если вы... Ага, ну все равно, в принципе. Так, давайте бай. И что же мы можем еще купить с вами? Так, мобильный телефон. У меня уже есть. Кстати, квеста не выполняется, не считается. Давайте купим отмычки. Можно еще купить. Можно купить... Давайте полним счет телефона, что ли, на, ну, 3000, чтобы уж прям, ну, хватило надолго. Просто я вообще телефоном не пользуюсь. Так, ага. Мы еще можем с вами купить удочку. Мало ли пригодится. Что еще можно изменить цвет телефона? Не надо. Не надо купить лопат, металлоискатель. В принципе-то... А, вот еще где-то... Вот, ремонтный набор. Это очень важная вещь. Можем с собой взять несколько таких, потому что... Лично я ими очень часто пользуюсь. Они мне всегда, ну, пригождаются. Есть такое слово, чем существует. Так, вот, три, в принципе, купить на 100 рублей. Мы смогли купить такую машину. Конечно, дешевая. Но все-таки, хоть какая-то машина есть. Также мы с вами купили четырехзначный номер. Вот, 3737. И у нас уже 4, 3 из 8 очков опыта. Так, дальше у нас осталось 9690 рублей. И мы купили много всяких, всячных, если так можно это назвать. Например, ремонтные наборы мы купили с вами от мыслей. Домнички, аптечки. Ну, самое важное, в принципе. Я считаю то, что мы купили эти 100 рублей. И уже можем нормально начать играть. И когда мы допополняем квесты, мы уже с вами сможем пойти, например, работать курьером. Это очень выгодная работа. Потом еще прокачать уровень. И пойти работать дальнобойщиком. Но это реально очень выгодно. Ну, а на данном моменте я завершаю свой видеоролик. Надеюсь, он тебе понравился. И ты посчитал его полезным. Если это так, то, пожалуйста, подпишись на меня. Также не забывай принимать участие в конкурсе. С вами был, как обычно, Анаэр. Всем вам спасибо за просмотр. Всем вам желаю удачи. И всем до скорых встреч. Пока-пока.